Всем привет! В эфире Юля. Сегодня воскресенье, значит пришло время ознакомиться с главными новостями Android за прошлую неделю. Недавно мы рассказали вам о первоначальных планах Google укомплектовать смартфоны Pixel 2-го поколения наушниками. Мы бы никогда не узнали об этом, не случись досадная ошибка. Но, как оказалось, бывают ситуации и почище, когда производитель забывает установить на смартфон рабочую версию операционной системы. По словам одного из пользователей портала Reddit, заказавшего Google Pixel 2 XL в официальном онлайн-магазине компании, он получил смартфон без операционной системы. Об этом свидетельствует ошибка, проявляющаяся на экране устройства при попытке его включения. Рабочая версия операционной системы, не найденный смартфон, не может быть включен. Беглый анализ ситуации показал, что еще как минимум один человек, кроме нашего героя, получил смартфон без операционной системы. Причины, влекущие за собой поставки устройств априори, не способных к функционированию, пока остаются неизвестными. Возможно, виной всему произошедшее на конвейере сбой. Позже стало известно, что Google отреагировала на проблему отсутствующей операционной системы и уже расследует ее. Наш герой уточнил, что представители компании сами связались с ним и предложили ваучер номиналом, равным цене Google Pixel 2 XL и ускоренную доставку до двери. Компания Xiaomi продолжает радовать нас новинками. На очереди Redmi Y – новая линейка смартфонов. Кроме того, компания заявила о выходе стабильной версии MIUI 9. Но обо всем по порядку. Xiaomi показала Redmi Y1 и Y1 Lite. Redmi Y1 оснастили 16-мегапиксельной селфи-камерой, процессором Snapdragon 435, 3-мя или 4-мя гигабайтами оперативной памяти, 32-мя или 64-мя гигабайтами постоянной памяти, 5,5-дюймовым HD-дисплеем, 5,2D-стеклом. Имеется также поддержка двух сим-карт и инфракрасного порта. Redmi Y1 Lite получил Snapdragon 425, 2 гигабайта оперативной памяти, 16 гигабайт постоянной памяти, 5,5-дюймовый HD-дисплей и 13-мегапиксельную основную камеру. Redmi Y1 оценен в 139 долларов за версию с 3 гигабайтами оперативной памяти и 32 гигабайтами постоянной памяти. Y1 Lite – в 108 долларов. По железу, безусловно, это слабые аппараты, однако идеально подойдут любителям селфи. Продажи устройства стартуют 8 ноября. Компания также выпустила глобальную прошивку MIUI 9. Ее поддерживают все смартфоны компании, начиная с Mi 2. В начале ноября прошивку постепенно будут получать владельцы Redmi Note 4, Mi Mix 2 и Mi Max 2. Есть ли среди наших зрителей те, кому уже прилетело обновление? Компания HTC представила два новых смартфона – U11 Plus и U11 Plus Live. HTC U11 оснастили 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18 к 9 и Quad HD разрешением. Из внешних особенностей отметим отсутствие широких рамок, что не свойственно тайваньцам. Порадует любителей необычности прозрачная задняя панель, выполненная из тонированной стекла, сквозь которой виден датчик NFC и другие внутренности устройства. Девайс получил две модификации. Первая оснащена 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти. Вторая – 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти. Обе модификации получили процессор Snapdragon 835, торцы Edge Sense, 2 BoomSound Hi-Fi и HTC Sonic. Имеется технология активного шумоподавления Hi-Fi рез-запись. Отметим и 12-мегапиксельную камеру с технологией UltraPixel 3, размером пикселей 1,4 мкм, апертурой f1.7, имеется также UltraSpeed Auto Focus, BSI сенсор, оптическая стабилизация и LED-вспышка. Фронтальная камера здесь на 8 Мп с апертурой f2.0 и способна снимать под углом 85 градусов. Аккумулятор в плюс-версии на 3930 мАч. Имеется защита IP68. Из коробки смартфон работает на базе Android Oreo. Стоимость U11 Plus в Европе составляет 699 евро за версию с 6 ГБ оперативной памяти. И 128 ГБ постоянной памяти. Продажа стартует 20 ноября. В США U11 Lite будет продаваться с оболочкой Sense на базе Android 7.1.1 Nougat. Остальной мир получит версию на базе голого Android 8.0 под программой Android One. Девайс оснащен 5,2-дюймовым Super LCD-дисплеем с FHD-разрешением, процессором Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной памяти, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти версии Android One. Стоимость смартфона составила 349 долларов. Некоторые владельцы Galaxy Note 8 начали отмечать подтормаживание в работе своих смартфонов при выполнении произвольного набора действий. Соответствующие жалобы появились на форуме технической поддержки Samsung. По словам пользователей, ни сброс настроек, ни очистка кэшированных данных не исправляет проблему. В основном сбой затрагивает штатные приложения вроде контактов или телефона, но иногда появляется при веб-серфинге и попытке установить Bluetooth-соединение. При этом пользователи также жалуются на неотзывчивость сенсорного экрана. Как отмечают сами пострадавшие, дисплей и гаджетов будто временно отключается. Сейчас Samsung уже занимается расследованием ситуации, однако все еще не готова предложить своим клиентам даже временного решения. В крайнем случае, пишут представители производителя, владельцам затронутых моделей, рекомендуется обратиться в региональное представительство Samsung. Samsung продолжает экспериментировать с корпусом, изгибаемого Galaxy X. Это следует из материалов патентной документации, опубликованной Офисом интеллектуальной собственности Республики Корея. Несколько дней назад на сайте ведомства появился новый эскиз, демонстрирующий складной механизм, который производитель планирует внедрить в конструкцию предстоящей новинки. Несмотря на то, что фактически описываемый смартфон будет состоять из нескольких частей, в разложенном состоянии его дисплей займет всю внутреннюю часть конструкции. Принято считать, что роль таинственного Galaxy X суждено исполнить Galaxy Note 9. По слухам, его релиз состоится во второй половине 2018 года на выставке IFA в Берлине. Модель, идущая на опережение, призвана составить конкуренцию iPhone X от Apple, а также подтолкнуть отрасль к созданию более совершенных устройств, чем ранее. Набор аппаратных спецификаций Galaxy X пока остается неизвестным. На этом у нас все. Ждите следующий выпуск ровно через неделю. С вами была Юля. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok